Век не за горами Учились с 5 по 7 класс. Мы заготовляли дрова зимой. В этих лоптях снег большой, высокий. А я помню, что надо было оставить стебель 15 сантиметров. И вот мы должны были добраться до этой земли лопатами и отмеряли, чтобы пыши нельзя было. Спиливали эти березы, деревья какие были. Потом отделывали их, оставляли. А весной мы их пилили. На занятия ходили в понедельник рано утром. А возвращались в субботу. Ведь расстояние от дома до школы 17 километров. Еды было совсем мало, поэтому школьница ходила просить кусочки хлеба по пути домой, чтобы накормить своих братьев и сестру. Какой-то вроде стыд, чтобы они не ездили в свою деревню. Я не ходила собирать. И вот, значит, кусочки Христа ради просила. Бога, конечно, не знала тогда еще. И часто подавали, подавали. Где-то, помню, гороховые калачи. Запомнились мне гороховые сочни. Это радость такая. Кусочки. Вот с этими кусочками в воскресенье я иду. А ребята, два брата у меня было, встречали меня. Тоже километра, наверное, за полтора, за два, была у нас тетель, а гора. А именно эту тетель доходили и ждали меня эти кусочки. В детстве Дина Зайцева любила играть в школу. Усаживала своих подружек и вела уроки. Я учила писать их письма. Это очень хорошо. Начало песни там. Ну, не знаю, как, Луиза говорит, я не знаю, как начинать. Ну, вот, добрый день. Пишу тебе там. Лишь вечер. Я все равно, лишь бы добрую минутку. Письмецо мое пришло. И вот такие присказки там я давала что-то еще. Как дальше соблюдать что-то надо? Короче говоря, они же взрослыми, когда стали, помнят. Говорят, надо же, ты нас учила, как писать письма. После окончания школы Дина Зайцева поступила на учителя французского языка. После четырех лет обучения сразу работать. Но вот незадача. В то время требовался учитель немецкого языка. Не раздумывая, Дина Аркадьевна стала его самостоятельно изучать, чтобы преподавать детям в школе. Стояла она перед учениками всегда стоя. Вела уроки всегда стоя. И вот в глазах у нее был всегда вот такой блеск, такой огонечек, вот такое желание дать нам знания. И вот, конечно, мы вот тоже старались. Вот я помню, что я со словариком ложилась спать, со словариком я вставала, чтобы порадовать свою учительницу и, конечно, порадовать себя. После семи лет плодотворной работы на обычном медосмотре учительнице поставили диагноз – потеря слуха. Она, поскольку всегда была очень мужественным человеком, то она, несмотря на такой диагноз, продолжала работать. И в результате проработала 43 года в школе. И вот как она выходила из положения, как она мне рассказывала, что она подходила всегда к ученику, который отвечал, к его парте, или вызывала к доске и читала по губам то, что ей говорили. Слух совсем пропал год назад. И только тогда Дина Аркадьевна стала пользоваться специальным аппаратом. Дина Аркадьевна очень трепетно, очень хорошо относилась к ученикам, очень доброжелательная, очень толерантная, такая сдержанная всегда. Вот я не помню случая, чтобы она как-то на каких-то повышенных тонах она разговаривала с учеником. И, как говорится, все ребячьи радости, все ребячьи беды в сердце беспокойное вмещала. Вот это наша учительница. Мы ее, конечно, очень любили. 16 лет Дина Зайцева вела уроки немецкого языка в телевизорочной школе. Из воспоминаний учительницы в классах было очень холодно. Учились, в рукавицах сидели, чернила замерзали. Эти чернила мы отогревали в печках, разогревали, писали. Сейчас, кажется, трудно представить все это. Учили и не жаловались. Ничто не было интересно. В телеск, когда я приехала, так света не было. Сидели в школе с красинами лампы. В углах так ставлены эти семи летные, семи линейные. Нам так удивительно. Это только, наверное, телесочные могли. Не разбили, я не помню ни одного стекла. Дочь Дина Аркадьевны с детства мечтала выучить французский язык. И вот и в осознанном возрасте решила пройти курсы и параллельно заниматься с мамой. Сейчас мы с мамой переводим книги с французского языка. Недавно перевели Библию детскую. Это было очень интересно, потому что и мама, и я читали Библию неоднократно на русском языке. И вот перевод с французского, это тоже было очень интересно. И при этом мама переводила практически весь текст без словаря и запоминала все эти новые слова, которые появлялись. Она их помнила и воспроизводила. Не только любовь к языкам старалась привить Дина Зайцева в своей семье. Одной из её жизненных ценностей – стремление к труду. Бабушка, наверное, была одной из тех, кто всегда старалась привить такую любовь к труду. Хотя, конечно, когда тебе 5-6-7 лет, и нужно уже носить воду в баню и домой, складывать поленицу из дров, целую машину привезут во двор. Нужно сложить поленицу, чтобы у бабушки запас был на зиму. Окучивать картошку под палящим солнцем, когда тебе хочется с ребятами в футбол бегать играть, но тебя тоже берут с собой, чтобы ты помогал, не отлынивал. Вот такие, конечно, яркие, яркие очень воспоминания из детства. Энергичные и активные – вот такой знают Дину Аркадьевну Зайцеву. И ты просыпаешься, ещё сонный, бежишь на кухню, тебе бабушка наливает стакан молока свежего, она уже утром успела куда-то сбегать, его взять. Накладываешь себе полную тарелку этих плюшек и с большим удовольствием ешь, дальше бежишь по своим делам уже играть в футбол, в какие-то игры во дворе. Но при этом, если вечером ты слишком долго играешь уже и на призывы бабушки активные, никак не заходишь домой, когда уже наступила темнота и пора ложиться спать, то бабушка может выйти, найти самую отборную вицу во дворе и побежать за тобой прямо через весь двор. Постоянные закаливания, здоровая пища и вера – вот такой простой секрет долголетия нашей героини. Наши участковые врачи, чудочная Лариса и её дочь Юлия, всегда удивлялись маминому оптимизму, что человек, который ломанный, переломанный, практически он должен лежать, но он ходит и при этом радуется жизни. И вот эти врачи всегда были очень внимательны к маме, назначали ей различные процедуры, хотя она никогда ни о чём их не просила. И вот сейчас, конечно же, мама им очень за это благодарна, этим врачам. 1 ноября Дина Аркадьевна будет отмечать свой юбилей 90 лет. Телеканал «Север» поздравляет именинницу и желает здоровых и долгих лет жизни. Наталья Дуркина, Леонид Шишлов, Телеканал «Север», специальный репортаж. Да. Наталья Дуркина, Леонид Шишлов, Телеканал «Север» Телеканал «Север»